Еще одна схожая ситуация, правда меньшего масштаба, наблюдается в микрорайоне Запрут. Там на улице Чормовской начинается строительство жилых домов прямо посреди дороги. Как такое могло получиться, расскажет Дмитрий Гаврилов. 9 лет назад здесь было болото, грязь, и строиться было невозможно. Поэтому мы собрались, общество, и решили построить дорогу. Но со временем нашлись люди, которые увидели здесь свободное место и решили тоже себе участки нарезать. Подобраться к некоторым домам в скором времени будет сложнее. Прямо посреди отсыпанной улицы здесь вырастут коттеджи. Все дело в том, что два земельных участка, по которым проходит дорога, оказались переданы под застройку. Изначально, в 2002 году, когда выдавали участки здесь, здесь в планах была дорога. То есть планы, все эти участки были разрисованы, и тут дорога была. В планах там было построить трассу садового, которая идет на вышку. И въезд был тоже запланирован в эти коттеджи именно с той дороги. Нестыковка хорошо видна на портале публичная кадастровая карта Перми. Если акцентировать внимание на белых линиях, так обозначаются улицы, то отчетливо видно, как участки 28 и 29 стоят прямо на улице Черманской. Если смотреть по красным линиям кадастровой разметки, то улица пролегает немного в другом месте. За разъяснениями горожане обращались и в районную администрацию, и в департамент дорог и транспорта Пермского края. Там им сказали, что денежных средств на перенос улицу сейчас нет. Восстановление проезда произойдет не ранее 2023 года. Впрочем, на наш запрос ответ пришел несколько более оптимистичный. Земельные участки с кадастровыми номерами 28 и 29 по улице Черманской в Матавелихинском районе города Перми были предоставлены в аренду сроком на 20 лет физическому лицу для индивидуального жилищного строительства в соответствии с действующим законодательством. Участок улицы Черманской от улицы Вишневой до улицы Кондаурова относится к четвертой категории дорог. Восстановление дороги по улице Черманской планируется рассмотреть при формировании планов ремонта уличной дорожной сети в Матавелихинском районе на 2019 год. Дорога пройдет в нескольких метрах от старой. А вот что делать с расположением домов, ориентированных крыльцом на Черманскую – вопрос открытый. Дмитрий Гаврилов, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.